Всем здравствуйте! Меня зовут Изат, вы на канале TheTiger и сегодня я покажу лайфхак для того, чтобы сварить угловые швы с зазором толщиной 0,5 миллиметров. Ребята, у нас вот такая вот деталюшка нам принесли, попросили сварить, попросили сварить вот в этих местах, вот здесь вот как видите контактная сварка была до этого, попросили сварить вот это вот место, заварить полностью и вот эти вот углы с таким вот зазором, зазор наверное где-то миллиметра полтора, для такой толщины это конечно не шутки, а вот сварить вот этот вот угол с зазором, вот этот раз, два тоже с зазором и три, все они с зазором и сегодняшний обзор я хочу показать ребятам как сварить вот толщиной 0,5 миллиметров, я вам сейчас покажу чтобы вы мне поверили, что это 0,5 миллиметров, вот пожалуйста так наоборот держу 0,5 миллиметров толщина стенки, вот я сегодня вам покажу как сварить аккуратно красиво и чтобы у вас с обратной стороны шов не вылез, вот для этого мы будем использовать подкладку, для чернухи я использую подкладку алюминиевую и рекомендую использовать чем толще алюминиевая подкладка тем лучше вот потому что она больше тепла в себя забирает да и у вас основной металл меньше греется что нам и нужно вот и нужно постоянно варить тонкостенный металл чтобы у вас хорошие красивые швы были вот но если вы варите не постоянно я вам сегодня покажу как это сварить покажу настройки на каких настройках я варю вот и вы увидите результат вы увидите снаружи шов я вам покажу и изнутри как это все будет выглядеть нам нужно будет я вот такую вот нашел алюминиевую подкладку да вот такая толстая где-то наверно три с половиной сантиметра толщиной я и буду вот так вот подкладывать и вот видите вот прямо в угол угол в угол и я ее буду вот так вот поджимать струбцинами у меня поменьше струбцин нет что нашел вот так вот струбцинами зажимаю хорошо проверьте что у вас плотно алюминиевая деталь до подкладка алюминиевая плотно сидит к основной нашей основной детали вот если будет зазор то конечно же будут провалы вот имейте ввиду хорошо зажмите хорошо подгоните подкладку и все будет отлично вот я ее сейчас зажал я и сейчас установлю так чтобы мне было удобно ее варить кто-то будет говорить вам варите всегда например со слабого места можно варить и с конца да вот с этих с кончиков начинать это чтобы типа у вас не прогорела но все равно бывает когда дуга когда ты зажигаешь дугу и у вас она немножко в сторону уходит да а вот от замыкания и она сразу начинает у нас начинает прогорать основная часть этот но все-таки 0 5 миллиметров там как только дуга загорелась она сразу может прогореть вот поэтому я сварю вот с этой стороны и с внутренней стороны я буду варить и покажу как ложится шов вот сварю все места расскажу по настройкам какие настройки у меня выставлены главное ребят не спешить с такими деталями да вот не спешите когда вам принесли такую деталь вот вам сказали быстро надо сварить вы там настроили а у вас все прогорело вы еще больше начинаете там не знаю беситься ругаться с мастерами там еще чуть нет для таких деталей нужно чуть-чуть время и возьмите какую пластину толщиной тоже но 0 5 миллиметров да и на ней настройте а желательно две чтобы вам такой же угол примерно или стык с зазором сварить если у вас получается вы можете переходить на на основные детали я ее сейчас установлю так как мне удобно я буду вот эту часть сварить значит я ее вот вот так вот положил вот мне вот так удобно варить она чуть-чуть наверху не сильно упирается в стол чай это все дело быстро уберу перед началом сварки ребят теперь самое важное про про тонкости вам расскажу смотрите у меня присадка 16 для черных сталей и зазор у меня как раз 1 и 6 вот перед началом сварки ребят вы начинаете сварку прям на присадки а вот не начинайте с основного изделия до а потом уже подавать присадку нет начинайте сразу с присадки вот вы не прямо вот так вот вровень до выставляете присадку и начинаете варить когда у вас присадка начнет плавится она отодвинется чуть назад и у вас вот так вот зазор получается останется а вот вот чтобы у вас все заплавилось и сначала и в конце все хорошо было ну и на конце шва все было хорошо вы выдвигаете вот так вот где-то миллиметр до миллиметр-полтора присадку когда вы зажжете дугу на ней она начнет плавится и она как раз ляжет на начало шва что и есть хорошо вот эти тонкости запомните вот я с вами делюсь тем чем как сам работу и своими методами вот поэтому запоминайте у нас как раз ложится присадка мы ее выдвигаем начинаем прямо на ней расплавлять плавим 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 и в конце у нас все хорошо заканчивается и вот эти вот места они не прогорают у меня 2 и 4 2 и 4 у меня вольфрам сопло шестерка вылет я сделал примерно где-то 6 миллиметров вот можете сделать чуть поменьше но больше не надо если вы вылет сделаете больше вам понадобится также газ побольше выставить чтобы у вас защита вольфрама была полностью чтобы вольфрам был защищен полностью вот вылет делаете небольшой газ выставляете тоже небольшой у меня на данный момент газ выставлен всего 5 литров вот на сопло шестерку вот в принципе нам здесь больше ничего не надо я сейчас это все дело сварю и покажу вам по настройкам начинаю сварку ребят маску не забудьте выставить на более светлый режим самый светлый можете там 9 день а вот но отмазки тоже зависит какое качество у маски вот на данный момент у меня спит глаз и у меня выставлена ну режима выставлен 9 день но самый такой самый светлый потому что у нас сток маленький вот и мне нужно видеть ванну более тщательно давайте сварим глаза я вот так вот выдвигают вперед и прям на кончике электрода у меня получается присадка я прям на ней начинаю чале получается вот это вот отверстие я сейчас присадка и заварю а потом уже все своим телом пройду глаза и Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Вот, ребятки, смотрите, вот такие вот швы получились. Вот такие вот красивые швы. Вот, видите, у меня углы получаются вообще без подрезов. Вот, и смотрим, что внутри. Вот, вот так вот внутри. Ровный угол. Да, сейчас вот это вот место, где у нас внахлёст своим телом было сварено. Вот, смотрите, вот здесь вот я присадку подал. И вот так вот я дальше пошёл, 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 пошёл. О, вот это место я сейчас заметил. Надо чуть-чуть этот подварить. Вот здесь вот, если видите, маленькая такая дырочка осталась. Вот. Не заметил, когда начинал варить. Вот, как видите, цветной красивый шов. Так, здесь. И вот здесь вот у нас вот. Вот так вот. Без обратного валика вообще практически его нет. Вот. Вот это вот третий угол. Как видите, всё аккуратно. Вот вначале у меня ещё присадка кусочек. Ну, ничего, это всё зачищается. Вот. Всё будет красиво. Вот. Давайте сейчас я вам по настройкам расскажу, ребят. Какие настройки я использовал. Сразу вот так перехожу. Так. Постоянный ток. Два такта. Высокочастотный поджиг. Импульсный режим. Пиковый у нас ток 33 ампера. Нижний ток у нас 7 ампер. Идём дальше. Спад тока 0,6 секунд. 5 ампер на спаде. Нам больше и не надо. Это самая минималка здесь стоит. Постгаз 4 секунды. И самое важное, ребят, это вот импульс. Герцовка. Герцовка у нас стоит 52,4. Короче, герцовку ставите 52. Этого будет достаточно. Вот на таких параметрах вы точно так же сварите. Вот. И не будете париться и не думать ни о чём. Вот. 50, короче, герц. Да. Вот. Здесь у нас процентное соотношение верхнего и нижнего тока. Смотрите, ребят. Верхний ток у меня 33 ампер, да. Мы идём сюда. Возвращаемся. 42 процента это пиковый ток. А остальные, остальные, сейчас скажу, остальные 50, 55 процентов у нас будет 7 ампер. Вот, короче, что хочу сказать, чтобы вас не, как сказать, заблуждение не вводить. Герцовка 50 и процентное соотношение от верхнего и нижнего вы просто делаете 40 процентов из 100 на своём аппарате, да, в меньше, чтобы у вас 33 ампера было 40 процентов. А остальные 60, это нижний. Вот. Это очень важно. Это все настройки, ребят. Я вот сейчас сварил на них, всё красиво, сами видели, всё чётко, с подкладкой. Самое главное, ребят, подкладывайте, вот, алюминий, либо медяху какой-нибудь, чтобы они основное тепло забирали на себя, вот. Без подкладки сварить такую штуку, ну, блин, это почти нереально, потому что 0,5 миллиметров там реально сварить, но всё провалится 100 процентов. Это уже проверено, вот, я вам говорю, если вы вот на этих настройках сварите, вам что важно? Вам важно, чтобы в аппарате был импульс, больше ничего не надо. Импульс выставляем 50 герц, процентовку выставляем, пиковый ток чуть меньше, вот, остальное нижний ток 7 ампер, всё, больше ничего не надо. Газ 5 литров, повторюсь, и у вас всё получится, всё. На этом всё, пользуйтесь на здоровье, вот, красивых вам швов, берегите своё здоровье. Всем пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok